да здравствуйте меня владимир зовут владимир мама и далее смотрите но я вижу что тут видимо меня немножко вели заблуждение потому что ту информацию которую мне скинули я просто могу сейчас дословно зачитать сейчас секунду я это исходил из того что у вас договор расторгнут значит клиент арендовал квартиру по этому договору но соответственно это договор скидывают заплатил за один месяц и залог в размере 15 тысяч рублей спустя несколько дней после заезда арендатор скобочках клиент сообщил сообщил арендодателю что квартира его не устраивает и он хочет съехать из нее а далее арендодатель согласился с этим и спустя месяц когда арендатор скобочка клиент съезжал с квартиры попросил назад залог в размере 15 тысяч арендодатель отказал ему и оставил залог себе вот смотрите как минимум вы же квартиру приняли по акту приема передачи правильно расписались до да расписались что претензий у вас нету качество квартиры тыры-пыры а потом когда вы уезжали вы акта подписали сдачи квартиры смотрите как ситуация была да это не подождите я давайте я вас сразу перебью потому что вот мы можем долго рассказывать вот эти вот эмоции кто чего сказал это не имеет никакого значения сдаю простой вопрос вы когда съехали с квартиры вы квартиру сдали человеку вы ключи отдали вы акт приема передачи подписали нет ключи отдали акта не было ну тогда возникает вопрос чего вы взяли чтобы сдали квартиру что вы расторгнили договор на вас продолжает сейчас начисляться оплата ежемесячная за аренду этой квартиры ну потому что мы не живем в этой квартире это варь договоренности чем вы это докажете вы понимаете что ну извиняюсь за выражение вас развили ну значит все моя карта бита и нечем было заниматься этим делом правильно понимаю будем этим заниматься правильно получается так потому что вам нужно срочно сейчас оформлять не если у вас получится задним числом если как человек подтвердит свои слова их нужно обязательно на бумаге оформить вы даже сейчас суд не можете выйти понимаете он сейчас выйдет в 1 ваш суд а взыскание с вас арендной платы за эти месяцы ну я так понимаю 7 07 этого года у вас заключено сегодня у нас у вас сентябрь так раз вот за два месяца будет требовать оплату вы поймите вам в любом случае надо этот вопрос сейчас решать иначе он на вас подаст суд через но я не знаю там через год через в течение трех лет скажет мы вам квартиру сдали вы обратно квартиру не передали он не может квартиру сдавать другим людям несет убытки поэтому он с вас возьмет эти деньги это вы потом очень трудно будете доказывать вы просто можете с ним связаться попросить задним числом оформить акт приема передачи тем более запишите обязательно на раз это разговор на телефон разговор запишите обязательно если пойдете ну как-то зафиксируйте чтоб хотя бы какие-то у вас были подтверждения что вы договор по устной договоренности расторгли я вам просто объясняю что договор который подписывается в письменной форме да вот вы подписали на бумаге акты и точно так же он должен оформляться любые изменения у вас досрочное расторжение соответственно обязательно в письменном виде вы даже не имеете права ссылаться на свидетельские показания то есть если вы форму не соблюли то вы не имеете право ссылаться на свидетельские показания вам обязательно я вам сейчас просто крайне советую обязательно получить документы объясните мне я просто владимир не понимаю То есть я сейчас с этим человеком в контрах нахожусь Он, по сути, кинул меня на деньги Я сейчас к нему подъезжаю и говорю Слушай, дружище, а давай мы с тобой еще закроем акт Так что ли получается? Он скажет, да я с тобой вообще даже, ну, как говорится, разговаривать не буду И все О чем можно говорить? Вам нужно закрыть эту тему Я вам еще раз говорю, он вас кинул и кинет еще раз Я вам даже объяснял, как он вас кинет Тем более, раз вы говорите, что в контрах находитесь Вам нужно расторгнуть договор Вам сейчас вопрос У вас вопрос Так, у вас договор по какое число действует? Давайте я сейчас посмотрю Сейчас открою договор Так, срок аренды На какой срок? Так, квартира будет использована для проживания Более трех человек Так, так, срок аренды устанавливается Алло, слышно меня? Алло Алло Алло, слышно меня? Алло, алло, слышно меня? Да, да, конечно Да, что-то перерыв был в связи Значит, смотрите Читаю пункт 1.7 Срок аренды устанавливается на 11 месяцев И исчисляется с момента подписания сторонами акта приема-передачи квартиру в аренду Так, сейчас посмотрю, какого числа у вас тут подписано Ну, 7 июля Вот 7 июля вы договор заключили на 11 месяцев Вы его не расторгли Используйте вы эту квартиру Не используйте С кем вы там поругались и тому подобное Не имеет никакого значения юридического Понимаете? Ага Ему это неинтересно, как вы используете квартиру Проживаете вы там? Не проживаете? Потеряли вы ключи? Не потеряли? Может быть, даже ему отдали Он скажет Да, что-то отдавал, но я не помню Ну, документально это не оформлено Вы поймите, что он с вас взычит за 11 месяцев Так, и сейчас еще в итоге я посмотрю Подлежит ли пролонгаться автоматически Ну, вот, на 11 месяцев Я мельком сейчас не смотрю Вы не помните, там есть пролонгация на следующий период? Или ровно на 11 месяцев? По-моему, нету никакой пролонгации Конечно, договор на диване лежит Вот на 11 месяцев у вас заключен договор Пользуйтесь квартирой, ради бога Пользуйтесь квартирой В смысле пользуйтесь? Мы выехали в другое жилье Как мы будем пользоваться? У нас уже другое жилье арендовали Послушайте, вот я буду отвечать его языком Его языком Это ваши проблемы Вы договор заключили? Я вам квартиру предоставил? Предоставил Куда вы там съехали? Меня это не касается Квартиру обратно верните В том состоянии, в котором мы его приняли По акту приема-передачи Ну такой порядок существует С ним поехать, а к приема-передачи квартиры заключили? Конечно, конечно Обязательно, Илья Обязательно вы поймите, что Ну не просто так же с вами договор заключили на бумаге Понимаете? Ну тогда по устам бы договорились Ключи бы получили И все бы это делать Ну как же так невнимателем нужно быть? По фигу, что ли, вам, что ли? Ну почему по фигу? Ну на словах это не делается На словах это не делается Ну вот видите, какие мы древние люди Я вот не сведущий У меня не было столкновений по этому поводу В юридическом поле ни с кем Может быть все нормально Послушайте меня Может быть все нормально разрешится вопрос Просто с ним поговорить И там не надо там это Как-то сильно ругаться Просто скажите Мы с вами договорились Я вам квартиру вернул Ключи вам верну Он спросит логичный вопрос Для чего вам эта бумага? Для чего? В смысле? Какой тут логический вопрос? Это только дебил Извиняюсь в выражении Дебил может спросить Он не будет спрашивать этот вопрос Потому что это и так понятно Потому что договор расторгнут Нужен документ подтверждающий Сдачу вам квартиры обратно Что у вас нету претензий У него нету претензий По поводу качества Там то-то, 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 то-то Понимаете? Только для того Чтобы вам потом Уже на основании этого Получить этот обеспечительный плачешь Потому что он сейчас там Сделает вид Что там то-то сломано, то-то И эти деньги якобы Уйдут на восстановление там чего-то Если вы подпишите акт приема-передачи О том, что вы через 7 дней Вернули квартиру Соответственно вам он не сможет предъявить Вот эти вот какие-то там поломки В квартиры и тому подобное И сказать, что мы эти деньги Потратим вот туда-то, туда-то Документально это подтвердить Нет, ну получай Алло, пропадает связь Алло, не слышу Алло 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 Связь у меня пропадает Периодически с вами Вы там Вы услышали, что я говорил? Вот последнюю фразу То, что по поводу этого Я хотел вам задать А почему вдруг он должен Подавать-то на Ну, а он знает что ли Что с ним связывался кто-то По поводу вопроса моего? Нет? Я понятия не имею Я вам объясняю Что человек Не просто так Заключает договора И предусматривает Такие условия в договоре Ну, вы понимаете Номер договора 58 Явно человек имеет Очень огромный опыт С этим Нет, возможно Он вам претензии Никакие не предъявит Но вы сейчас К нему Будете предъявлять Претензии Про эти 15 тысяч И он скажет Слушай, да я тебе сейчас Вообще выставлю счет На 11 месяцев Не в ваших интересах Мне кажется Вообще тогда смысл Эту историю начинать По поведению друг к другу счетов Хорошо Я понял Давайте я вам расскажу Другую историю Чтобы вы просто понимали Вот ко мне обратился Человек Вот примерно С таким же вопросом Только связанный С взятием денег В займы Человеку нужны были деньги 150 тысяч Не знал кому обратиться Он обратился К своему знакомому Ему знакомый посоветовал Вот у меня есть человек Который дает деньги в долг Но Возьми у него Не 150 тысяч А возьми у него 300 тысяч И 150 тысяч дай мне Я тебе потом верну Это все на словах Понимаете Значит приходит этот человек К этому человеку Тот говорит Вот давайте я у вас возьму 300 тысяч Вот Тот говорит Вот надо какой-то залог Ну если у тебя залога нету Давай Мы просто здесь напишем В договоре Что 500 тысяч вы у меня берете Но я вам дам 300 В итоге пишут в договоре Ну не в договоре В расписке займа Что он взял полмиллиона 500 тысяч По факту берет 300 тысяч 150 отдает этому своему приятелю Который посоветовал где взять Вот И себе получает 150 тысяч Потом честно Все возвращает деньги Но возвращает деньги Не тому с кого взял расписку А возвращает этому приятелю Которому он По сути одолжил в долг Без расписок Без ничего 150 тысяч Возвращая все этот долг Все вернул Счастлив Довольный Такой И через год получает Даже больше чем через год Получает Иск в суд О том что Верни деньги И проценты По расписке От этого товарища Который дал 300 тысяч долг Ну по расписке 500 И вы что думаете Суд взыскал Все Полностью Все взыскал Там Больше миллиона рублей То есть Человек попал На деньги Он Взял По сути 150 тысяч А Заплатил Этим мошенникам Почти Полтора ляма Не вернул Тот ему естественно Не вернул деньги 150 тысяч Плюс Он еще Сверху получил Эти деньги Которые якобы Возмещали убытки Не убытки А вот эту вот Расписку Я вам Чему эту историю Рассказываю Ваша история Может быть Точно такой же И вероятно Что она будет такая Ну процентов 90 Вы можете конечно Расслабиться И понадеяться Что там человек Ответственный Порядочный Не мошенник И тому подобное Да Ради бога Рискуйте Рискуйте Ну я вам говорю Что Чтобы вам Спать спокойно Да и чтобы Через год Не получить Иск О взыскании С вас Арендной платы За жилье И Скажем так Освободить Ждение квартиры И тому подобное Вам нужно Получить документ Подтверждающий Что вы сдали Квартиру Если человек Фактически Принял у вас Квартиру Ему ничего Не будет мешать Составить этот акт А если он Начнет Увиливать Как вы говорите Задавать вопросы И тому подобное Ну то сделайте выводы Чтобы все понятно Что он будет дальше делать Ну так хорошо Ну а что дальше Какие мои действия Вот я к нему Завтра приеду Скажу Слушай Давай составим акт Он скажет Слушай Затем Для чего тебе это надо И я ему скажу Ну вы расскажете Вот этот разговор Который Послушайте мне Расскажете вот это Чтобы Так и скажете меня Как его зовут А сейчас скажу Как его так Владислав Николаевич Мне это нужно Для того Чтобы вы меня не кинули Потому что Я не хочу рисковать Если я с вами договор Расторг Тогда составьте Со мной акт И все на этом Соглашение Расторжение договора И акт приема Передачи квартиры Обратно И все И по рукам Мы разошлись Вам сейчас Надо как минимум Разойтись А потом уже Требовать вот эти деньги Там Обеспечительный Вот этот платеж Понимаете Но вы это можете делать Только после того Когда у вас Юридически будет Закрыт вопрос С тем Чтобы договор Расторгли И передали ему Обратно квартиру Вернули квартиру Понимаете И в ваших интересах Как можно Быстрее Это оформить Так блин Самое странное Почему Вот мы Грубо говоря Я обратился К вашим Может сотрудникам Это не мои сотрудники Это не мои сотрудники Эти сотрудники Выставляют объявления Ищут клиентов И потом Ищут юристов Юристам Перекидывают Так сказать Решение Тех или иных задач Я не знаю Как вы с ним вязаны Просто самое интересное Что эта история Была им озвучена И у них Не возникало Подобных вопросов Как возникло у вас Прямо при прочтении Договора Да Потому что Этот человек Который С которым вы разговаривали Сергей Которого вы называете Это не юрист Это менеджер Который Размещает Там Объявления на авито И тому подобное Он ищет клиентов А потом ищет Адвокатов Юристов Которые будут Представлять интересы Этих клиентов Я вам просто объясняю Поэтому Для того чтобы Получить конкретную Консультацию Вы должны были Опять связь прорвалась Алло Слышно меня? Алло Связь какая Беда пропадает Да Да Ужасно На какой фразе пропало Что я Когда я вам говорил А Так Сейчас напомню То что вы сказали Что нужно связаться С этим человеком Попросить Какой именно документ Я вот Неплохо слышу Какой именно документ Вам нужно сделать Соглашение О расторжении договора И акт приема передачи квартиры От вас Ему Ну тупо говоря Возврат квартиры Снять с себя ответственность Передать жилье Все Вы не должны за него платить Вы вернули Расторгли договор И вернули эту квартиру Иначе На сегодняшний момент Договор Юридически продолжает действовать Используйте его Не используйте Не имеет никакого значения Выехали Уехали В другой квартире Снимаете Не имеет значения Вы поймите это Хорошо То есть получается Акт мы возьмем Из предыдущей формы Акт Как приема передачи А вот соглашение Где это посмотреть можно Что за соглашение Как оно выглядит Смотрите Я понял Я понял Вы просто ему коротенько Напишите Предложение на бумаге И раз вы имеете возможность К нему прийти Придите Обязательно Зафиксируйте этот разговор На аудио Возможно даже на видео И там на месте Если вдруг возникнет Конфликтная ситуация Вызовите сотрудников полиции Для того чтобы зафиксировали Потому что Если он вам откажет В подписании Этого соглашения И этого акта То я усматриваю С его стороны Признаки мошенничества Потому что он Фактически Квартиру от вас получил Ну как минимум Ключи получил От квартиры И не хочет Подписывать Акт приема передачи Пожалуйста Поедьте на квартиру Там Потребуйте Чтобы Давайте поедем Осмотрим Вы сфотографируйте Прям при нем Что вот вы в таком виде Квартиру на данный момент Сдаете Может быть конечно Там до вас уже После вас кто-то там Был в квартире Уже полтора месяца Там кто-то живет Так вот это и надо Зафиксировать Да Вот это и надо Зафиксировать Вы поймите Чтобы Сделать так Чтобы исключить Вашу ответственность Вам нужно Это зафиксировать Для этого Нужно Возможно Будет сотрудников полиции Короче Вам нужно Зафиксировать Что вы Обращались С этим вопросом Естественно Не устно Письменно Там заявление Прошу О связи Послушайте меня Не перебивайте Давайте я вам Изложу А потом будете Задавать вопросы То есть прям Коротко пишите Прошу В связи с тем Что такого-то числа Я вам Фактически Вернул квартиру В том числе Путем передачи Ключей от квартиры Но до сегодняшнего момента Вы квартиру от меня Не приняли Путем составления Соответствующего акта Прошу Значит Оформить со мной Соглашение О досрочном Расторжении Такого-то договора Вот Номер 58 От 7.07.2023 года И подписать Акт приема Передачи квартиры От меня Вам Вот это Вы должны написать На бумажке И ему Это вручить Как минимум Зафиксировать Что этот факт был И дальше Уже зафиксировать Его поведение И зафиксировать Вот эту всю ситуацию Чтоб он потом Не сказал У него сейчас Там кто-то живет Потом кто-то выйдет Вы не сможете В суде доказать О том Что Кто-то там жил Кто-то не жил Какая разница Кто-то там жил Так может быть Это вы кого-то пустили И деньги на этом зарабатываете Вы можете понять Что вы будете Лезть в дебри И любой судья скажет Так подождите Ребята У вас есть договор Покажите мне Расторжение этого договора И возврата квартиры Все На этом точка будет Судья не будет даже разговаривать С вами Теперь задавайте вопросы Ну во-первых У нас особо нет Возможности ему передать И максимум Мы даже не знаем Где он живет Мы можем только По ватсапу с ним связаться Там или устно Как-то вот начать разговор Это раз Можно ватсапе ему написать Я не знаю Как это Записывайте тогда Я понял Ватсапе Ведите переписку Записывайте разговор Вот это все Обязательно фиксируйте Потому что Еще раз говорю Что Если он сейчас Будет уклоняться От подписания Этих документов И потом Вам выставить На оплату Вот эти вот Скажем так Услуги В виде Сдачи в аренду Квартиры То я буду усматривать Признаки мошенничества То есть Вам в любом случае Нужно Это зафиксировать Ваше обращение Понимаете Не просто Вот вы мне на словах Говорите Что вы к нему Это С таким вопросом Обращались Это слова И к делу Не пришьешь Вот вы говорите Вот я Сергею Там что-то сказал Да какая разница Кто кому что сказал Документально Подтвердите это Хорошо Давайте подытожим Наш разговор Получается Нам нужно С ним связаться Мне нужно связаться С ним Отправить ему Все необходимые документы Акт прием Передачи Квартиры И зафиксировать Вот это письмо Чтобы он тоже подписал Его Давайте подпишем Да Да У вас в договоре Указан его адрес Город Тюмень Улица Емская 77 Дробь 2 Квартира 58 И минуту Дальше арендодатель Вот прям туда Ценным письмом С описью Чтобы было видно Что вы туда направили Значит направляете Эту претензию По ватсапу дублируйте На телефон записывайте разговор Максимально фиксируйте Что у вас существует Такая проблема Подписали договор На сегодняшний момент Фактически вы его Расторгли Фактически Понимаете Но не юридически Юридически вы должны Бабки платить Пока вы не оформите Это на бумаге Соответственно Если он уклоняет Смотрите какой момент То что Когда на момент Нашей аренды квартиры К нам приходили Он уже обращался В риазовское агентство По сдаче квартиры То есть у него есть Наверняка какой-то договор Что вы меня опять Что ли не слышите Я же вам сказал Ну и что дальше Какое это имеет отношение Куда он обращался Я говорю Решите свою проблему Не надо рассказывать Куда он обращался И что он делает С вашей квартирой За которую вы отвечаете Сейчас там Новые жильцы Все нахер сломают А вы будете За это потом возмещать Потому что вы не докажете Что это сломали Не вы Либо не ваша ответственность Квартиру сдайте По договору Расторгните договор А потом будете Рассказывать Вот эти все сказки Хорошо Спасибо Владимир Я пытаюсь до вас Донести Что пока вы этого Не сделаете Вся ответственность По квартире Лежит на вас И какая разница Кому и кто Сдаёт эту квартиру Потому что вы потом Ничего не докажете Это ваша проблема Что в этой квартире Проживают Третьи лица Хорошо Я попробую С ним связаться По ватсапу И по ватсапу Ему напишу Если он начнёт Какие-то движения Я буду уже Под ситуацией Да, я ещё раз повторяю Обязательно Зафиксируйте Зафиксируйте разговор Вот как вы со мной Разговариваете сейчас Под запись это введите И обязательно В бумажном виде Направьте на тот адрес Который указан В договоре С описью Прямо на видео Зафиксируйте Что вы отправляете Конверт Вот это всё Вы поймите Это вам Вас потом просто Освободит от ответственности За то Что потом С вас будут взыскивать Вот эти деньги Вы как минимум В суде будете Легко докажете Что я Расторг фактически Договор Но сторона Уклонялась Поэтому прошу Считать договор Расторгнутым Подадите То есть встречный иск Прошу договор Считать расторгнутым С такой-то Такой-то датой Понимаете Которую вы Естественно Докажете Вот этой вот Перепиской Вот этими Видео Аудио И тому подобное Доказательная база Своего рода Будет Конечно Потому что Без этого Если вы сейчас Будете просто сидеть Молчать И ждать чего-то То через год Через два Вы получите Тисковое заявление Взыскание с вас Всей этой суммы И ущерб По квартире Который За который Вы вообще Никакого отношения Не имеете Получается Что я должен Направить Письменным На его адрес Получается Вот это вот Уведомление О расторжении Соглашение О расторжении Договора И акт Приема переда Да Да Ну как Соглашение То что Устно написать Что там Прошу вас Там расторженный договор Такой-то Такой От руки Можно написать Я так понимаю Как угодно Напишите Но чтобы было четко Написано О чем Я вам сказал Тезисно Самые главные моменты Я вам напишу Вы хотя бы можете Хорошо Давайте сделаем так Вы напишите Я проверю Скажу что Да-да-да Вот эти моменты Ну вот смотрите На чего Концентрируйте внимание Обязательно В вступительной части Вот этого Письма Напишите Как фактически Были обстоятельства Что такого-то числа Вы вернули ключи Фактически Передали квартиру Опишите Вот эту ситуацию Понимаете И именно В просьбе В просьбе Укажите Что прошу Подписать Со мной акт Приема передачи Именно Этой даты Не сейчас Вот вы обращаетесь А именно Той даты Когда вы фактически Передали ключи Понимаете Передача ключей Фактически Дата передачи ключей Да-да-да Ну когда вы вернули Потому что Вам нужно сейчас Зафиксировать Узаконить Наличие Того факта Что вы ему Передали ключи Потому что Иначе Вы никак не докажете А по его реакции Вы увидите Если он начнет уклоняться Да ну скажет Пишите там Письма мне там Еще что-то Тогда все будет понятно Понимаете Если он Вдруг пойдет На ваши уступки Значит у него умысла Никакого плохого Нету Без проблем Он подпишет Вопрос в этот Решите И потом уже На основании Того что вы Имеете на руках Акт приема передачи Квартиры Ну сдали квартиру Что вы Фактически Квартиры не пользуетесь Договоры Расторгнут досрочно Вы ему Предъявите претензии О том что Прошу бабки В виде обеспечения Платежа Вернуть Потому что За 7 дней Условно говоря В квартире Ничего не могло Повредиться И у вас Никаких доказательств Нету того Чтобы вы Потратили Там 15 тысяч На поклейку Обоев Переклейку И тому подобное Понимаете Потому что Через 11 месяцев Когда вы Получите исковое Заявление О взыскании С вас Арендной платы И Однозначно Он в суде Скажет Как бы Все вот эти деньги Все вот этих 11 месяцев Которые вы пользовались Квартирой Неважно Вы не вы Кто-то там еще Кто пользовался Квартирой Квартире был Причинен определенный ущерб Вот надо обои переклеить Вот как раз На 15 тысяч Все пойдет Он документы вам предоставит Реальные чеки Что куплены Обои Поклеены Все Уйдет В расход Ваши 15 тысяч Мне кажется Он наверное Так все таки поступит Он не станет Отдавать деньги И будет говорить о том Что мне ваши деньги Ушли Не знаю Там еще Какую-нибудь историю Придумаю Вторую Так он это и сделает Почему Потому что вы не расторгли договор Я пытаюсь вам Вот это донести Вам нужно сейчас Решить эту проблему Как только вы Даете мне документ Вот этот вот Акт приема передачи Либо соглашение Расторжения договора И акт приема передачи И все на этом Сразу же идет претензия И он вам Без проблем Возвращает деньги Без проблем Я понял Понял Просто Случай один Если как бы все окей Вот он без проблем А случай два Просто Это человек Ну как бы имеет Какие-то неприятные Ну неприятные контры Со мной Скажет Я не хочу Типа там И бумаги подписывать И все И что мы дальше делаем Вы говорите Я подозреваю Что у него есть Мошеннические умыслы Какие-то И что мы с этими умыслами С вами будем делать Вы не услышали Давайте Давайте еще раз повторю Давайте еще раз Представлю Если возникает Вот этот момент Когда он отказывается Все подписывать Вы направили письмо У вас На руках Должно быть Доказательство Что вы со своей стороны Это сделали Вы услышали меня Или нет Ну понял То есть И что мы направили Документы То что вы направили Претензию Там Или Уведомления О расторжении договора Все это зафиксировано То что вы через Ватсап общались То что вы по телефону Общались Под аудиозапись Вы когда в суд Придете Придете в суд Вы в суде Предъявите доказательство Что уважаемый суд Вот я Письменно Направил уведомление Расторжение договора Вот у меня Письменное обращение Через ватсап Вот у меня Аудиозапись Телефонного разговора Вот я обращался в полицию Вот я подаю В сам В сам исковое заявление Прошу расторгнуть договор С такого-то числа Потому что Уклоняется сторона По договору От расторжения договора Хотя Фактически Это произошло Потому что Он принял квартиру обратно Ключи Он принял у меня Да у меня нет доказательств Но у меня есть Косвенное доказательство Что это есть Потому что В этой квартире Проживают другие люди Я не знаю Там на видео заснимите Там свидетелей В качестве их вызовите В суд и тому подобное Но вам нужно Уже сейчас Собирать доказательную базу А иначе Если вы будете сидеть Да там Десять квартирантов Пройдут До того момента Как он вам предъявит претензию Да вам Там квартиру в хлам убьют И потом на вас Это все выставят Понимаете Вам скажут Ваших 15 тысяч Недостаточно Чтобы погасить Весь этот ущерб квартиры Вы же квартиру Не вернули Не вернули Бабки платите Тогда И вы потом Будете там кому-то Что-то доказывать Что я там Живу Не живу У нас договор До 11 месяцев Все равно Он как бы Конечный Ну за 11 месяцев А здесь А подождите Вот вы тут тоже Так не думаете Что Да Договор на 11 месяцев Но вы обязаны По истечении 11 месяцев Все равно Вернуть квартиру Если вы этого Не сделали То вы дальше Будете продолжать Нести ответственность А он будет Требовать Уже упущенную выгоду Потому что В связи с тем Что вы ему квартиру Не вернули По акту Перемь и передачи Он не имел Возможности Кому-то другому Сдать В любом случае Вы должны квартиру Вернуть по акту Услышьте меня Пожалуйста Без этого акта Вы попадаете На серьезный риск Хорошо Я понял Мы сейчас С ним попытаемся Договориться Ватсапе Напишем сообщение Чтобы приехать К нему И подписать Данную бумагу Если он Пойдет навстречу Окей Мы приезжаем Делаем бумагу Как надо Подписываем Чексируем А если нет То официально Отправляем Я вам заранее Подготовлю И покажу Что все ли хорошо Сейчас Вы еще четко поняли То есть Пытаетесь По хорошему Решить вопрос Если вопрос По хорошему Подписывайте Задним числом Когда ключи передали И все счастливы Если нет То собирайте доказательства Что вы вообще С этим вопросом Обращались Чтобы квартиру сдали И тому подобное И потом уже Обращайтесь Правоохранительные органы И в суд О том Чтобы Расторгнуть договор И Обязать Так сказать Вернуть этот платеж Все аудиоразговоры Я буду На диктофон Обязательно Обязательно Он писать просто не любит Он любит эти звуковые Как голосовые Отправлять Понятно Да И ведите Переписку И вот это все В таком Менеджере Чтобы он не смог Это удалить Потому что Насколько я знаю Есть Вот этот Телеграм Там по-моему Можно сразу Все удалить Короче Ну понимаете О чем я говорил Мы с ним В WhatsApp общаемся И в WhatsApp тоже Можно удалить Кстати Мы просто скриншоты Это делаем Экран Отправили ему сообщение Ну понятно Но скриншот Я понял Скриншот может Судей не сыграть роль Потому что Если вам нужно будет доказать Это нотариус должен Удостоверить Достоверенность Этого скриншота Вот Как я тогда докажу Объясните Я не понимаю Тогда У меня кроме Скриншотов Больше ничего нет Ну как бы Есть Переписка старая Я вам поэтому и говорю Что вам надо Совокупность доказательств Что вы решали эту проблему Я вам не просто так говорю Что посылать на деревню Дедушке это письмо С описью вложения Понятно Он может не приходить На почту Его не получать Но у вас доказательства Будут что вы это направили Что вы направили На видео зафиксировано Поймите Что вы соблюдаете Формальности Для судьи Которые будут разбираться В вашем деле Вы мысль мою Поймаете Что Понятно Что переписка Это будет Он будет сказать А я это не писал Да мало ли кому вы писали Вы скажете Это ваш голос Ауди Ауди совпадает с перепиской Тематика совпадает Письмо совпадает Все Судья тоже не глупый человек Она прекрасно поймет Что человек просто пытается В целях защиты Какие-то очевидные факты Не признавать Понимаете У вас должно что-то быть Хорошо В общем Я понял Что мне необходимо Сделать Тогда Будем готовить Письмо И будем с ним связываться А дальше Я с вами свяжусь Да Как только Как только Я понял Как только у вас Такие документы будут Все Оформляем претензию И если он деньги Не возвращает Он вам Через суд Все равно Эти деньги Вернет Но сейчас Мы не можем От него требовать Называется Сейчас Мы будем Его напрягать Сильнее И он Как юридически Грамотный Либо Обратится к юристу И юрист ему скажет Слушайте У вас нету Такого права Договор не расторгнут Знаете Как он аргументировал То что он Деньги нам не отдал То есть Это уж Супруга Отдавала Ключи Он сказал Что То что Мы Договор Составлен На долгосрочный Период Вот А то что Мы его расторгли В течение одного месяца Поэтому у него Упущенные выгоды И он Типа Забирает Забирает себе Эти деньги Ну договор Это не предусмотрено И это на словах Это никак не зафиксировано Понимаете Вот если бы этот разговор Был записан Тогда бы было понятно Что он Пытается эти деньги Удержать Не в рамках договора Там на ремонт И тому подобное А в рамках якобы Какой-то упущенной выгоды То есть договора Не предусмотрено Не предусмотрено На данный момент Это слова Если бы вы это зафиксировали Или бы он вам письменно Так написал Вы бы сказали Ну все что мне сказали Напишите это на бумаге Ну естественно Он бы такого не написал Это просто пытается он Уйти от обязанности Вам вернуть деньги Сказать что обращался к юристам Вот якобы Юрист ему вот такое наговорили И поэтому он имеет право полное Как он объяснил Не возвращать деньги Ему Я понял Ему юристы наговорили И если бы он допустим Ко мне обратился Я бы ему сказал Что в этом случае делать А в этом случае Ему нужно делать Следующее Ему нужно тянуть 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 Чтобы дальше договор Продолжал действовать Действовать Чтобы максимально Оттягивать момент Официального Расторжения договора У вас нету сейчас Факта расторжения договора А потом в суде Будете доказывать Там Сейчас попытаемся Поготовить сообщение Чтобы выйти с ним На связь Чтобы подписать договор Даже электроны Например Электроны подойдет Если он на электроны Нам пришлет договор Или нет Ну подойдет Но все равно На бумаге надо продублировать Оригиналы и подписи Его чтобы были Чтобы не в электронном виде А мы ему Знаете как сделать Мы ему электроны Отправим И скажем Вот вам по адресу Получите Распишитесь Ну как бы вот так С нашей подписью Как хотите сделайте Но на вашем экземпляре На вашей бумаге О соглашении О расторжении договора И на акте Передачи квартиры Должна стоять Стоять его Живая подпись Вот обязательно Это сделайте Чтобы он потом Не сказал Что это фотомонтаж Это то 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 Документ Живой юридический документ Который снимет С вас ответственность И обязанности Понимаете Хорошо Хорошо Тогда проще будет К нему На встречу назначить И заехать Попросить Расторжения Да Лучше на бумаге С живыми подписями Зафиксируйте На аудио На видео Обычно на видео Возмущаются На телефоне Включите аудио Когда вы будете Разговаривать с ним По этому факту Можно записывать Ничего страшного Еще Владимир Немножко Назад Откатимся По соглашению По расторжению Какие там слова Вы сказали Должны звучать Может быть Есть в интернете Как бы формы Заполненные Да произвольно Я говорю Вот прям вот Тезисно Я вам говорю Обязательно Коротенько Опишите Вот эту ситуацию Что Ну вот Возьмите Короче Пишите Что Такого-то числа С вами заключен Такой-то договор Такого-то числа Я вам вернул ключи Фактически С вами был Расторгнут договор Но на сегодняшний момент Официально Документально Данное событие Не оформлено А именно Не было подписано Соглашение Расторжения договора И Акт приема передачи В связи с чем Прошу Надлежащим образом Оформить Прекращение наших Правоотношений В рамках договора Аренда квартиры Там номер 58 Вот Своей стороны Прилагаю Соглашение Расторжения договора В моей редакции И Акт приема передачи Ну прям возьмете Копию того акта Который был изначально Там только стороны Местами поменяете И все И все это прилагаете Подписываете Направляете На видео фиксируете Все фиксируете На почте фиксируете Значит Это В описи Все фиксируете Видео включаете Все фиксируете Геоданные Включаете Чтобы видно было В каком отделении почты Ну там знаете По метаданным Можно посмотреть Где создан файл Да Все Чтобы все Все видно было По времени Там может Чтобы кто-то Свидетелем был Что вы это отправили Что вы именно Эту бумагу отправили Что вот именно С описью И все А там получит Он не получит Не имеет никакого значения Вы со своей стороны Сделали юридический момент Потому что вы там Можете так даже Добавить фразу Что в случае Если там В течение 10 дней С момента Как вы получите Мое уведомление И документы И вы Допустим Не подпишете Не вернете Буду считать Что как бы С вашей стороны Мое предложение Было принято Ну то есть Так сказать Оферта Он своим бездействием По сути Акцептовал Ну понимаете То есть Подстраховаться Должны И тогда В суде Вы покажете Опись о том Что вот Уважаемый суд Я направил Значит Своё уведомление Вот здесь Было написано То-то-то-то-то-то-то В ответ Мне не ответили Либо ответили Так-то Вот поэтому В связи с этим Прошу Признать договор Расторгнутым Там с такого-то числа Потому что Если он По сути Смотрите Если он по сути В разговоре Там еще как-то Будет признавать Сам факт Что он ключи у вас принял Что квартиру принял То-то-то-то То судья Потом может сказать Что ребята Вы сейчас пытаетесь Говорить о том Что вы договор С вами не расторгнут Но вы же фактически Признали Что договор расторгнут Вы фактически Квартиру сдаете Другим людям Вот-вот То-то-то-то-то Понимаете Все что вы говорите Но это единственное Нужно доказать Поэтому я вам и советую Вести аудиозапись Официальную переписку На бумаге В мессенджерах На электронной почте Если есть Максимально Зафиксировать Данное событие Все хорошо Первый шаг Мы поняли Будем тогда Вот Как только будет Сам факт Расторжения договора Я дописываю претензию Ссылаясь на то Что как бы Договор расторгнут Такого-то числа Что подтверждается Такими-то документами Прошу В течение 10 дней Там допустим Вернуть эти деньги Все на этом Хорошо Все на этом Спасибо Да Всего удачи Всего хорошего До свидания До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...